Актуально. Нашадр.Инфо. Актуально. Именно в этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Это событие ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны, которая продлилась 9 лет, 1 месяц и 18 дней. Она унесла жизни более 15 тысяч советских граждан. Погибли 79 зауральцев, в строю павших героев и наши земляки, уроженцы города и Шадринского района. Я желаю всем мужества, любить свою родину, как мы и делаем это всегда. В Афганистане обстановка от службы отличается резко и крайне. Ребята молодые, в основном те, кто 18-20 лет, большинство, им уже сегодня само младшего за 50-ми перевалило, но, тем не менее, мы эти дни не забудем, а не забудем, потому что, еще раз повторяю, обстановка там заставляла совсем по-другому относиться к товарищам, близким товарищам, где без плеча друга было не обойтись, где ребята молодые готовы были пожертвовать, остаться, прикрыть отход своих товарищей, в конце концов, не попасть в плен, зарбать на себе мину или гранату, прикрыть командира своим телом. Конечно, это не забывается и никогда не забудется. Заднящая рана Афганистан для тех, кто потерял близких, для тех, чья юность была опаленная войной и жарким афганским солнцем. Война давно закончилась, но боль утрат – это живая боль. Она на всю оставшуюся жизнь. Смерть близкого, порой единственного человека, – это такое страшное потрясение, такой удар, от которого не всем суждено оправиться. Мы не иноваты в том, что попали служить в Афганистан. Солдат войны не выбирает и не начинает, но расплачивается самым дорогим, что у него есть – жизнью, за чужие ошибки. Что бы про нас ни говорили, но там, высоко в горах, мы понимали одно – мы защищаем свою страну, защищаем южные рубежи нашей отчизны. Чести русского оружия в Афганистане мы не уронили и не проиграли ту войну. Войну проигрывает тоже не солдат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok